Наш эфир продолжает программа «Час Ивана Денисова». Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. В прошлый раз мы говорили о съезде тем партии, который прошел двумя неделями ранее. А теперь давайте вернемся к съезду республиканской партии. Да, совершенно верно. Съезд некоторый оптимизм, да даже, наверное, немалый внушил. По крайней мере, мы увидели политиков, которые все-таки представляют Америку, которые помнят, кто такие отцы-основатели, и которые помнят, кто в прошлом делал Америку великой. И за это им, по крайней мере, спасибо. Я же благодарю Полину Волкову за помощь в подготовке выпуска. И еще в начале прошлой недели президент обнародовал такую свою основную платформу. Тем более, как вы и без меня знаете, в этом году республиканцы отдельную платформу не стали принимать, и в основном сохранили. То, что было в 2016 году, ну, в принципе, почему нет? Если кто-то помнит, 4 года назад, когда я был весьма критичен к Трампу, но программу партии-то я как раз похвалил. Кстати говоря, поэтому здесь мне даже и менять ничего не надо. Что касается общего настроения, то, конечно же, в СМИ истерили по поводу каждого выступления. Ну, в мейстримах я имею в виду, безусловно. Конечно же, рассказывали, что никому это не интересно, вот, да, демократы, их надо было смотреть и так далее и тому подобное. Но, с другой стороны, это нам все привычно. Можно, конечно, посетовать на то, что съезд республиканцев, он был слишком вокруг Трампа и даже, я бы так сказал, вокруг Трампов, потому что там было довольно много представителей его семьи. И, возможно, действительно имело смысл их слегка подсократить из чисто политических соображений, вне зависимости от личных симпатий и антипатий к тем или иным Трампам. Но понять, да, и то, что во многих речах так или иначе обыгрывался президент. Но, с другой стороны, с политической точки зрения, почему, собственно, и нет? Если республиканцы и представители консервативного движения видят в Трампе некий таран, который поможет проложить дорогу для консервативных решений, для каких-то консервативных... Консервативная реформ не очень красиво звучит, но, тем не менее, для консервативных нововведений звучат еще хуже. Но получается так, что они действительно оказываются нововведениями. Так вот, если действительно победа Трампа воспринимается консерваторами как возможность укрепить консервативную философию в американской политике, то почему, собственно, и нет? Ну да, еще раз повторяю, может, родственников могло быть поменьше. Но, тем не менее. Если говорить о речи самого президента, то она была посвящена в основном его, естественно, заслугам за первый срок. И заслуги эти были. Тут ничего мы не можем сказать, даже если бы хотели. И в борьбе с эмиграцией, и в экономической сфере, и в укреплении боеспособности НАТО, кстати говоря, за что его так любят ругать наши левые, с позволения сказать, товарищи. Все это было. Может быть, не так, как нам бы того хотелось. Не в такой степени. Но, тем не менее, в общем и целом, то, что Трамп обещал, он старался воплотить и в экономике, и на Ближнем Востоке. Вполне можно сказать, что успеха он добился. С эмиграцией сложнее, но, по крайней мере, повторяю, усилия он предпринимал. Далее президент, естественно, обрисовал то, что приход Байдена безумного Берния, как он его назвал и правильно, в общем-то, сделал, и всей той компании, которая вокруг Байдена группируется, то есть преимущественно левые социалисты и так далее, будет означать, совершенно верно, для Америки весьма и весьма тяжелые времена. И, конечно же, допустить такого нельзя ни в коем случае. Здесь, я думаю, тоже с президентом поспорить никак не получится. Что касается платформы, то то, что Трамп обнародовал еще в прошлый понедельник, он в своей речи так или иначе озвучил. И, полагаю, здесь консерваторы могут быть вполне довольны тем, что Трамп говорил. Потому что по-прежнему сокращение налогов, это всегда хорошо. Далее, дальнейшая поддержка бизнеса, сокращение регулирования, что тоже замечательно. Конечно же, укрепление американской военной и прочей мощи, но без участия в войнах, тоже не поспоришь. Ну и снова все те же основные направления, которые Трампу помогали в 2016 году, которые он пытался с разной степенью успеха воплощать, снова были обнародованы. Это, естественно, дальнейшая борьба с эмиграцией, прежде всего нелегальной, с пресловутыми городами-убежищами. Поэтому здесь Трамп, то, что он обещал, это в сердце консерватора должно вселить оптимизм. Тем более, мы с вами все видели на протяжении первого срока, что Трамп не только обещает, а и делает. Это у него не отнимешь. Ну и, конечно же, дальнейшая борьба с эпидемией. Это уже более спорный момент, но надо было, безусловно, это озвучить. Ну и, конечно же, все мы надеемся, что сейчас, уже и сейчас, Трамп говорит о необходимости применения силы по отношению к погромщикам. Но многие из нас, в общем-то, понимают, что только победа президента в ноябре поможет ему развяжет руки, может, слишком грубое слово, словосочетание. Но, тем не менее, она действительно поможет ему уже более серьезно браться за погромщиков и организаторов всего того, что мы видим. Хотя, я надеюсь, что и в ближайшие месяцы более суровые меры президентская администрация будет принимать, как и, кстати говоря, ряд республиканских губернаторов. Поэтому Трамп речь достойная, речь человека, который готов продолжать все начатое, речь человека, который готов биться и дальше. И, как я очень часто это вспоминаю, когда давным-давно цитировал, что когда Линкольну сказали про генерала Гранта, что вот там на него и жалуются, что и то с ним не так, и это не так, и вроде как там и алкоголем злоупотреблять и так далее, а Линкольн сказал, ну и что, зато Грант сражается. И я полагаю, что на данный момент это позиция очень многих консерваторов тоже, с чем-то можно быть недовольными, с чем-то недовольными, но Трамп сражается, Трамп готов сражаться и дальше, и поэтому консерваторы по всему миру, кстати, не только в Соединенных Штатах, так или иначе должны на этих выборах его поддерживать, тут уже никаких вариантов нет. Кстати, если вы помните, в прошлый раз я говорил, и я потом еще специально перепроверил, что в основных речах демократов и их ораторов на съезде как-то вот напрочь отсутствовали отцы-основатели и вообще великие люди Америки прошлого. Байден, дальше Рузвельт никуда уже не полез. Так вот, в речи Трампа вы можете найти и Джефферсона, и Гранта, и Джексона, кстати говоря, хоть он и демократ, но тем не менее личность, безусловно, выдающаяся. Поэтому Трамп, он идет не только в ширину, что называется, то есть охватывая довольно большой объем консервативных инициатив, каких-то позиций с консервативной философией, но он в речи идет и вглубь, увязывая свое президентство с традицией как республиканской партии Линкольна, Гранта, кого угодно, любого великого президента партии Теодора Рузвельта, спорной личности, ладно, не буду дальше углубляться, как бы то ни было. И такие люди, как Джефферсон, Джексон, то есть Трамп обозначил преемственность консервативной политики с тем, что делали великие, иногда спорно, иногда однозначно, великие президенты прошлого и отцы-основатели. И этот момент, он на самом деле важный, как я вам уже не раз говорил, по моему убеждению, если президент или бывший, настоящий, будущий озвучивает какие-то программные пункты, то он обязательно должен так или иначе упоминать отцов-основателей. И Трамп этот пункт тоже воплотил в своей речи. Что касается речей других, ну, их было много, и сами понимаете, я про всех, конечно же, говорить не буду, я отмечу только некоторые, возможно, у вас были другие фавориты, я вас прекрасно понимаю, но я скажу те, что понравились мне, попробую объяснить, почему. Пенс и Помпео, на первый взгляд, они вроде бы ничего сверхъестественного не сказали, но, что самое главное, они обозначили безусловные достижения администрации президента за первый срок, и они обозначили то, что они работают с президентом, то есть, что каких-то там внутренних разногласий у них нет, и даже, если это вроде бы ничего особенного, ну, казалось бы, нет разногласий, но перед выборами это важно, и то, что они это сказали, это очень хорошо. Помпео, кстати, не побоялся, и его уже сейчас активно критикуют, естественно, что вот госсекретарь выступает на партийном съезде, показывая якобы свою партийную принадлежность. А госсекретарь должен быть нейтральным. Я понимаю отчасти такую критику, но не могу с ней согласиться, потому что, если демократы свои эти самые credentials прогрессивистские тычут нам в глаза на каждом шагу, почему госсекретарю, который к тому же представляет консервативное так или иначе движение, почему бы ему не выступить, ничего страшного не верю. Далее, хорош был конгрессмен Джордан, один из самых главных консерваторов Палаты представителей, как все мы хорошо помним. В его речи, в общем-то, прозвучали, так нескромно замечу, очень многие те пункты, которые мы с вами последние несколько месяцев обсуждали в этой передаче, а именно, что демократы хотят, чтобы американцы сидели дома, не ходили, детей не пускали в школы, в церковь нельзя, ничего такого нельзя, но погромы на здоровье, демонстрации, вливающиеся в грабеж и так далее, пожалуйста, но при этом, да, права полиции надо урезать, а у людей отбирать оружие. То есть, в принципе, та самая анархотирания, об опасности которой мы говорим сначала эпидемии и продолжая ее летними бунтами, вот, пожалуй, в речи Джордана она была сформулирована наиболее точно. То, как он обрисовал политику демократов, в чистом виде, вот все признаки анархотирании, Джордан нам это предъявил, за что я ему повторяю спасибо. Было немало чернокожих, ораторов. Их тоже, как и следовало ожидать, обвинили, ну, в чем обычно обвиняют черных консерваторов, даже не будем это повторять. Хорош был, конечно же, Вернон Джонс, демократ, как вы помните, он представитель законодательного собрания Джорджии, насколько я помню, и его уже давно клянут демократ, братья по партии, за то, что Джонс открыто поддерживает Трампа. Но тот, как видите, не боится, и в своей речи повторил то, что демократы стремятся сегодняшние, да, кстати, вчерашние тоже, полностью поработить черного избирателя, и делать все, чтобы черный избиратель управлялся демократами. Мой любимый оратор, спикер, как угодно говорить, из чернокожих, это Дэниел Кэмерон, я про него, кстати, тоже вам так похвалюсь, говорил еще, когда он только победил на выборах прокурора штата Кентукки, тогда сказал, что, обратите внимание на этого человека, ну, вот он, мой прогноз оправдал, его речь, как и следовало ожидать, спровоцировала психоз левых, и высокую оценку консерваторов, потому что Кэмерон указал на то, что Байден и демократы видят в черных лишь управляемую массу, они абсолютно в худшем смысле слова укоренены в прошлом, и в прошлом не в том, с которым мы ассоциируем отцов-основателей, а в том, прошлом, когда черные должны были беспрекословно исполнять приказы своих белых хозяев. И, как нам обозначил прокурор Кэмерон, именно это и делают демократы и их кандидат, то есть, Джо Байден в частности. Более того, Кэмерон даже, кто видел эту речь, помнит, обратился к Байдену, сказав, посмотрите на меня, я человек свободный, я могу сам принимать решение, это Байден, который застрял в прошлом, в его, повторяю, худшем проявлении. Да, консерваторы прошлые уважают, но это не означает, что уважают в нем все. Поэтому речь Кэмерона, безусловно, обозначила в нем звезду республиканской партии, как консервативного движения мы посмотрим, и кто знает, что будет дальше. Но мой любимый, моя любимая, я уже себя выдаю, речь моя любимая ораторша на мероприятии, это, как вы, наверное, догадались, губернатор Кристи Новым, потому что это действительно была речь отличная, и Новым, который продемонстрировал себя с самой лучшей стороны, возможно, действительно с самой лучшей стороны из всех губернаторов во время эпидемии, отказавшись от жестких запретительных мер, блеснула она и 4 июля в своем выступлении, и сейчас остается звездой, и, кстати, уже все более и более вероятный кандидат Каина 2024 год. Я еще раз напоминаю, что я за Десантиса, но против Кристи Новым я тоже ничего точно не имею. Так вот, в речи Новому я, собственно говоря, услышал именно вот все то, чего хотел бы услышать я, а именно это отсылка к отцам основателям, та самая, про которую я сегодня говорил, точнее, к Джеймсу Мэдисону, это рассказ, пусть очень краткий, но очень ярко поданный Новым, о том, что о величии, о гении, как угодно это называйте, американской системы, американской конституции, что, кстати, было своеобразным ответом Обаме, напомню, Обама нам рассказывал, что конституция, ну так, неплохая, конечно, но надо ее переделывать, переписывать, и так далее, и тому подобное, и, конечно, только такие люди, как Обама и маразматик Джо, что-то могут с ней сделать хорошее. Так вот, Новым нам указало, что конституция этой уже и идея основания Америки, это само по себе великое явление, что отраженная в конституции зависимость правительства от народа и ограниченные функции правительства, это и есть проявление американского гения, американской исключительности. Она указала нам, что Америка, ну мы это и так знали, но тем не менее напоминать стоит, это основано на трех основных идеях свобода, равенства и равные возможности, ну просто возможности, но по смыслу, конечно же, равные, и, конечно же, она подчеркнула, что человек, который может стать тем, кто все эти идеи уже воплощал и будет воплощать и дальше, и будет президент Дональд Трамп, то есть, повторяю еще раз, речь, на мой взгляд, лучше, потому что она уходит и вглубь, связывает современное состояние консерваторов республиканской партии с основанием Америки, объясняет в чем гений Америки и почему республиканцы должны эти идеи защищать и выводит нас на актуальные проблемы на день сегодняшний, то есть, на необходимость переизбрания президента. Так что, я считаю, что при всех тех, может быть, каких-то там технических, ну, их было мало, кстати, и прочих проблемах республиканский съезд показался, что республиканцы в порядке, что они готовы в ноябре сразиться, но вот результаты зависят уже от избирателей, от вас, уважаемые слушатели в Чикаго, и от тех, кто слушает нас по всем Соединенным Штатам. Я ни в коем случае не влияю, не пытаюсь повлиять на выборы, я буду повторять все ближайшие два месяца, но я думаю, все понятно. А консерваторы из стран других, в том числе из моей страны, тоже, по-моему, должны сделать однозначные выводы, что наши союзники это Кристи Новым и компания, а раз Кристи Новым и компания за Трампа, соответственно, здесь я поэтому молкаю, если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам ему слово. Да, я еще вот к тому списку перечисленных вами выступающих на съезде добавил бы кубинского эмигранта Максима Альвареса, человек, который на собственной шкуре, так сказать, ощутил все прелести социалистического рая, к сожалению, не все делают правильные выводы, убежав от социализма, и в связи с этим я хочу напомнить об открытом письме Денниса Прегера Сергею Брину, в прошлом году он написал это письмо, а я сегодня перевел это письмо на русский язык и опубликовал на своей страничке, но после семидневного заключения в фейсбуковской тюрьме меня фейсбук еще на три часа заблокировал, фейсбуку не понравилось открытое письмо Денниса Прегеру Сергею Брину, так вот он как раз там рассказывает свою историю, что вот когда в Деннису Прегеру было 21 год, его израильское правительство попросило отвезти в Советский Союз какие-то религиозные вещи, что не приветствовалось с властями, а обратно привести списки желающих покинуть Советский Союз евреев. Ну и он для чего все это пишет, да потому что он говорит, я это делал для того, чтобы свободу слабо, это очень важно для меня, и после четырех недель пребывания в Союзе я понял, насколько это важно. Ну и обращается к Сергею Брину, что ваши родители в свое время тоже бежали от того, что в Советском Союзе отсутствовала свобода. И очень жаль, что принадлежащий вам YouTube блокирует короткие ролики Прегер University, где он на самом деле там эти ролики записывают разные люди абсолютно, причем известные довольно. И тем не менее, ну вот, к сожалению, не все вот, я не знаю, Брин знает, что, ну наверняка знает, не может не знать, что происходит с Google, не может не знать, что Google играет в политические игры и зажимает, так сказать, свободу слова, по сути дела, так же, как и Facebook. Ну это понятно, сейчас компания предвыборная и все большие вот эти компании соцсети вкупе с демократической партией, вкупе с китайцами пытаются предпринять всевозможные шаги для того, чтобы лишить нас, нашего президента, чтобы выселить из Белого дома президента Трампа, то же самое делают бывшие, я их называю бывшими республиканцами, которые покинули республиканский лагерь, и по некоторым сообщениям это стоило Джорджу Соросу 400 с лишним миллионов долларов, то есть во что оценил Сорос принципиальность так называемых республиканцев новотрамперов. Кстати, довольно мало. Да, давайте попробуем принять звонок. 30 серебряников. Дешевые предатели. Здравствуйте, вы знаете, я бы хотела небольшой комментарий про Грина сказать. Значит, в свое время фонд Андрея Сахара обратился к нему для того, чтобы попросить у него слегка профинансировать их. У них вообще не было денег одно время. И отец Грина ответил, мой сын не интересуется этим вопросом. То есть вся эта семейка была, в общем-то, совершенно они приехали не за свободой, как, в общем-то, многие из нас приехали, они приехали совсем для другого. И для них собственный престиж и деньги это все. Поэтому среди нас есть всякие люди. И есть такие, как этот Грин. Талантливый, гений, но подлец. Вы имеете ввиду Брин. Спасибо. Хорошо, давайте вам хотите что-то прокомментировать по этому поводу? Да нет, я, в общем-то, меня это, к сожалению, ничуть не удивляет. Увы, очень многие люди, которые переезжают в Америку, они ничего хорошего с собой не приносят. Это грустно. К сожалению. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся и обязательно продолжим. Возвращаемся в программу «Час» Ивана Денисова. И, Иван, в прошлый раз мы не успели поговорить подробно о неприятностях, которые, о неприятностях премьер-министра Канады. Может быть, есть смысл вернуться и более подробно? Да, он заслуживает. Трюдо, это, конечно, то, что называется тефлоновый политик, в смысле, к нему не пристают все скандалы. Но это происходит, к сожалению, неестественным путем, а именно его, конечно же, защищает либеральный истеблишмент. Либеральный истеблишмент сделал его своим едва ли не лицом, вот он весь такой ладненький и симпатичненький, А, судя по тому, что читаю, я и нахожу, канадская пресса, она в своем большинстве едва ли не более левая, чем американская. Уж в отношениях к либералам, которых представляет Трюдо и консерваторам и подавно. И поэтому найти то, что Трюдо на самом деле по уши в скандалах довольно тяжело. То есть, вот вам показывают, какой Трюдо правильный, в отличие от Трампа, как он там борется с коронавирусом, чуть ли не вручную, а то, что Трюдо уже несколько расследований этических, по нарушению этики над ним висят, и то, что он открыто давит на прокуратуру, распускает парламент на время, ну, это вы найдете, если вы захотите. вместе с тем, у Трюдо очень длинный список скандалов, и они сейчас начали вылезать наружу. Известно, что Трюдо отдыхает на уличном острове местного исламиста довольно видного, Ага-Хан его зовут, который заодно занимается благотворительностью. Известно, что Трюдо раздает важные посты своим друзьям, родственникам, и известно, что лидеры, даже не просто лидеры, а люди, имеющие какой-то вес в его либеральной партии и занимающиеся бизнесом, получают выгодные контракты. Об этом пишет уже пресса, даже канадская в открытую. К тому же Трюдо собирается и дальше повышать налоги со своей идиотской зеленой экологической программой, и ужесточать регулирование бизнеса. В общем, фрукт тот еще, и, кстати говоря, ведь, как всегда, опасность, она ближе, чем мы думаем, все это очень скоро может и в Америке происходить. Собственно, при Обаме мы отчасти это уже видели, а при Байдене это приобретет уже совсем угрожающие масштабы. Тем не менее, вот сейчас гром грянул, выяснилось, что компания благотворительная, она называется We Charity, или, да, We Charity, уж так будем называть, что она получила возможность заниматься программой на какие-то бешеные деньги. Получила эти деньги в свое распоряжение, имею в виду, и более того, выяснилось, что до того, на разных мероприятиях этого самого благотворительного фонда выступали мама Трюдо, брат Трюдо, сам Трюдо, и как-то все это очень странно выглядит, хотя, естественно, благообразные Трюдо уверяют, что он ни при чем, но вообще, когда деньги, да, выступали, они при этом не просто так, сами понимаете, нельзя это деньги получать, когда в его семью вкатываются и его собственный карман неплохие деньги, а потом деньги налогоплательщиков вдруг отходят вот этой самой компании, ну, представьте себе, что что-то подобное бы сделал Трамп или кто-то республиканцев, и вы поймете, в общем-то, насколько это серьезно. Тем не менее, сейчас Трюдо изо всех сил отбивается, повторяю, парламент он разогнал, ну, не разогнал, распустил на время, чтобы там мы потом собрались, как говорит, он, и подумали, что дальше делать с коронавирусом, но время, в общем-то, самое что ни на есть, подходящее для такого, и хотя, я знаю, большинство обозревателей пессимистичны и считают, что он опять от ответственности уйдет, но хочется надеяться, что даже если Трюдо не отправится в отставку, а потом, может, еще в какие места не столь удаленные, наверное, не стоит на это рассчитывать, но, по крайней мере, что партия его утратит былой вес, при этом ситуация в Канаде настолько удручайшая, что даже при всех этих скандалах, в Канаде все-таки о них осведомлены лучше, чем за пределами страны, все равно либеральная партия по вопросам каким-то чудом сохраняет лидерство, то есть, такая вполне себе какая-то олигархическая система автократическая, но ведь все равно пусть они остаются. Консерваторы пытаются эту возможность использовать, и сейчас у них произошли перевыборы, и пришел новый лидер, так как вот в случае с канадцами нехватка лидера для консерваторов, она действительно была серьезной, и после Харпера таких сильных людей там не появлялось. Но вот сейчас на Эрина Утула некоторые надежды возлагаются, тем более здесь интересно нам что, Утула он не в первый раз участвует в выборах главы консерваторов Канады, но если раньше в семнадцатом, насколько я помню, году он себя позиционировал как умеренный консерватор и проиграл, то вот в году двадцатом он себя подавал однозначно как представитель правого крыла, в своей программе он обозначил защиту консервативных ценностей, что вот все эти зеленые дела, да, он от них не отказывается, но обещает защищать и традиционную энергодобывающую промышленность Канады, то есть нефтегазовую, что нельзя добивать через регулирование какие-то экологические реформы проводить только через рыночные методы, обещает снижение налогов и сокращение регулирования, ну в общем программа действительно очень хорошая, кстати говоря, у Тула, мне она понравилась, и что тоже, вы знаете, я всегда на это внимание обращаю, у Тула подчеркнул, что Канада всегда должна быть на стороне Израиля в международных вопросах, и что как только консерваторы придут к власти, соответственно, у Тула станет премьером, то посольство Канады будет перенесено в столицу, то есть в Иерусалим. Конечно же, посмотрим, как все это пойдет, но по крайней мере то, что у Тула это делает одним из главных пунктов своей программы, это внушает оптимизм, и то, что он сейчас лидер канадских консерваторов, ну, будем надеяться, что у него получится. Да, и если что, раз уж я упомянул внешнюю политику, то, естественно, он ориентирован на тесное сотрудничество с Соединенными Штатами и на противостояние российскому авторитаризму и на поддержку Украины. Добавлю. Кстати, к вопросу о противостоянии России, он отмечает важный момент, что очень часто либералы, которые бьют себя в грудь и говорят, что Путин плохой, при этом делают все, чтобы их страны находились в энергетической зависимости от Путина. Отул же говорит, что если мы будем развивать дальше, поддерживать нашу нефтедобывающую и нефтегазовую промышленность, то мы будем от России совершенно независимы, и Путин нам никаких условий диктовать не может. Тоже важный момент. Поэтому Отулу, безусловно, надо пожелать удачи, а что для меня важно в этих выборах, каким лидером станет Отул, к сожалению, сейчас сказать нельзя и ничего гарантировать тоже мы не можем, но будем, естественно, надеяться на лучшее. Но важно то, что, заметьте, на выборах лидера консервативной партии победил представитель правого крыла. Да, он прошел этот самый путь с центра вправо, но то, что он его прошел и то, что он сделал ставку на правое крыло, это означает, что консерваторы, ну, по крайней мере, в Канаде, они, в общем-то, понимают, что играть в игры с центром и с какими-то либеральными, левыми, либеральными идеями, это смысла такого нет. И что они собираются атаковать Трюдо именно справа. Удастся ли, конечно же, им, судя по тому, что я уже перечислил, в Канаде, как мы видим, левый либерализм слишком глубоко окопался и надежно этот самый либерализм выкорчевать, я не знаю, но пусть нынешние скандалы с Трюдо помогут, потому что, повторюсь, программа консерваторов и программа личного Тула мне лично по душе. И, раз уж мы с вами заговорили о неприятностях, которые, так или иначе, преследуют премьеров других стран, не Соединенных Штатов, где премьеров нет, то вот Трюдо, будем считать, что его проблемы заслуженные и пожелаем ему скорейшей отставки уголовного преследования и то, чтобы Канада от него освободилась, как и от его партии. В Японии там немного похуже, потому что японский премьер, ну, он был Син Зуаба, человеком, в общем, как был, он им остается, конечно же, премьер, достаточно достойным. Хотя по его экономическим пропунктам вопросов у фискальных консерваторов довольно много, и то, что там с налогами не все хорошо, и то, что правительственные расходы при нем, в общем-то, он их достаточно активно увеличивал и развивал, это, конечно, не радует. Но все же партия либерально-демократическая, которая на сегодняшний день в Японии основная правая партия, которую создавал тот самый Сигеру Йоседа, о котором я вам говорил совсем недавно. Кстати, Йоседа как раз был сторонником снижения налогов всяческого. Здесь вот Абе с ним разошелся. Но вот, тем не менее, партия, она остается правой, и хотя мы можем в порядке других направлений основной консервативной партии Японии, хотя можем мы его критиковать, Абе я имею в виду, но, тем не менее, в Японии он стабильность привнес, партию у власти закрепил, и, что самое на самом деле главное, он стал, возможно, главным союзником Соединенных Штатов. И, как отмечает тот же Болтон, пусть многие из вас к нему сейчас критически относятся, что Абе это был едва ли не самый надежный союзник Трампа, и тот, кто всегда мог с азиатской изысканностью Трампа в вопросах азиатской дипломатии направить, что называется, в нужное направление, и так его иногда приземлять. Абе к тому же делал все, чтобы укрепить контакты с Южной Кореей и с Тайванем, о чем я постоянно говорю, что это очень важно не только для Азии, но и для Соединенных Штатов, вот это трио, чтобы оно укрепляло сотрудничество и дальше, и Абе делал все, чтобы это сотрудничество работало. Поэтому для американской внешней политики Абе был человеком очень важным, ну, трудно даже назвать, сравнить его с кем-то, ну, может, как тот же самый Йосида в 40-е и 50-е, или как Накасоне при Рейгане. Сейчас Абе ушел официально по состоянию здоровья, хотя тут много есть мнений, есть распространенные достаточно увы, которые можно поверить, мнение, что его так или иначе сковырнуло всемирное сообщество, потому что Абе до последнего сопротивлялся радикальным мерам, которые шли по всему миру против эпидемии, и даже когда он пошел на чрезвычайное положение, то японская конституция, подарок американцев, кстати, она не позволяла суровых запретов, она позволяла только рекомендации какие-то, ну и вот вроде как считается, что Абе не слишком хорошо себя повел, не слишком хорошо, по мнению повторяя мирового сообщества, я-то как раз считаю, что Абе с эпидемией управился довольно-таки благополучно, но тем не менее состояние здоровья, Абе в отставке, и конечно же обстановка такая, что сейчас в Японии да и в мире следят, что будет происходить дальше, Абе будет выполнять свои обязанности, ну хотя уже его все так называют бывшим премьером, да и я тоже, но где-то примерно до середины середины сентября, и выборы пройдут где-то в районе 13-15, вопрос в том, как они будут проходить, потому что от этого может очень многое зависеть, либо это будут выборы внутри самой партии, потому что на данный момент выбирает все-таки партийный лидер, который будет премьером, ну и которого все воспринимают как временную фигуру, и либо проходит по всей либерально-демократической партии Японии, либо только среди парламентариев и региональных представителей, потому что так проще, так быстрее, ну и опять же эпидемия так вроде бы безопаснее. это не очень хорошо, я считаю, потому что из партийного истеблишмента, он везде партийный истеблишмент, и в Японии тоже. И уже сейчас очевидно, что если выборы идут по всей Японии, то скорее всего, ну тоже не факт, конечно же, но скорее всего побеждает, я постараюсь вас японскими именами не перегружать, но потерпите еще четыре я назову. Сигеру Исиба это бывший министр обороны, личность достаточно колоритная, числится как ястреб, даже рядом с Абой. Абой, напоминаю, тоже, в общем-то, был взглядом вполне себе истребиных, и даже хотел подкорректировать конституцию, которую полагал слишком пацифистской, но этого у него не получилось, не всю конституцию, а именно вот эти пункты, связанные с вооруженными силами Японии. Так вот, Исиба даже более ястребка к Чамабе, считается, что к тому же внутри партии он был скорее оппонентом премьеры, ну и вот по опросам рядовых членов он сейчас лидер. Однако есть два человека, один уже объявил, что будет участвовать в борьбе за премьерство, как и Исиба, кстати, за лидерство в партии, но автоматически за временное премьерство. Это Фумио Кисида, он бывший министр иностранных дел, но вообще такой, знаете, как бы, даже не знаю с кем сравнить, но очень такой какой-то невыразительный персонаж, даже когда он был министром иностранных дел, то практически все основные дипломатические вопросы решал сам Абе. и Кисида так, что-то вроде свадебного генерала был. Но, тем не менее, вот этой своей покладистостью он завоевал уважение и симпатию, и хотя Абе в открытую не говорит, кто будет его преемником, но Кисиде он симпатизирует, это понятно. И второй такой сильный кандидат это Йосисиде Суга, он был вообще такой серый кардинал в администрации Абе, секретарь кабинета, занимался вопросами консультант, был советником Абе, занимался вопросами политики самой разной, и хотя он предпочитал всегда быть в тени, ну вот сейчас он возможно главный фаворит на пост премьера, потому что будучи вот этим самым серым кардиналом, он, конечно, такие связи наработал внутри партии что если будут выборы вот только верхушки партийной, то я думаю он победит с большим отрывом. Хорошо это или плохо, я не знаю, Кисида мне точно кажется будет кандидатом так себе, потому что он числится умеренным голубем, а не ястребом и все такое прочее. Суга, скорее всего, продолжит не самые лучшие направления политики АБА, прежде всего в экономике, то есть дальнейший рост правительственных расходов, ну и скорее всего, это пойдет и на налоги. Я не могу, конечно, поручиться, что ИСИБА будет таким однозначным фискальным консерватором, но все же мне представляется, как-то мне он посимпатичнее, честно признаюсь. Но еще раз говорю, если выборы по всей Японии победит скорее всего ИСИБА, если внутри партии, то победит скорее всего СУГА. Хотя СУГА, кстати, даже официально еще не объявил о своем решении участвовать в выборах. А мой же фаворит это, да, Яза и СИБА, потому что у него больше шансов, но еще это Томо Меенода. Она вряд ли станет премьером, но там две женщины тоже из партии, они претендуют на премьерский пост, хотя их мало кто всерьез воспринимает, но, как ни странно, пожалуй, Томо Меенода, наверное, самый консервативный кандидат вообще. Ну, может и не странно, все мы помним, Тэтчер, я сегодня вам говорил про Кристиан Оум, как бы консерватизма пола не знает и женщины могут и всем нам в этом плане дать фору и показать, что такое консерватизм, это очень хорошо. Так вот, Томо Меенода, она, кстати, тоже бывший министр обороны, как-то вот Министерство обороны в Японии притягивает интересных людей, как я посмотрю. И она вот числится как однозначный консерватор, себя она так и называет, она едва ли не главный фискальный консерватор среди тех, кто, возможно, станет президентом, прошу прощения, премьером, возможно, и не станет. И, в общем, всем бы хороша, кроме, вот повторяю, того, что, ну, фаворитом никто ее, увы, не считает. И хотя, как бы, перспектива первого премьер-министра женщины, ну, она приятная, но японцы, к счастью, или не к несчастью, я не знаю, но, наверное, к счастью, в том смысле, что они не реагируют в этом плане на призывы мирового сообщества, они все-таки смотрят на заслуги. У Иноды, правда, тоже с заслугами все в порядке, но, увы, она не фаворит. А в схватке фаворитов, ну, мы будем смотреть, что и как. Я постараюсь регулярно к этой теме возвращаться, может, она вам не так интересна, но, поверьте мне, Япония это все-таки важное место, и всем нам важно, кто будет премьером. Радикальных изменений, конечно, человек этот, кем бы он ни стал, не внесет пока до следующих выборов по всей вообще национальных. И, я думаю, отношения со штатами сохранятся прежними, то есть, хорошими. Но, тем не менее, все равно лучше, чтобы в Японии, как и в других странах, премьером стал консерватор, или консерватор США. Повторяю, в успех Эноды я не очень верю, но почему бы и нет. И я надеюсь, что следующий премьер в Японии, он уже точно поменяется, а президент штатов останется прежним, и таким образом дальнейшее сотрудничество Соединенных Штатов и республиканской администрации, и Японии, и тамошней консервативной, надеюсь, администрации, они продолжатся и в следующем году. Здесь умолкаю, если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам слово. И на этой позитивной нотой мы сегодня будем заканчивать, и до встречи в следующий раз. Спасибо большое, Иван. Очень хорошо. Спасибо, всего хорошего. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова